Я хочу, чтобы ты слушал меня сегодня внимательно. Я знаю, что вы верите, когда другие молятся за вас, и поэтому-то вы почистую просите людей, чтобы они помолились. Но я хочу подчеркнуть одну мысль, что ничья молитва не спасет тебя, не поможет. Молитва ближнего твоего не поможет тебе. Каким бы он молитвенником не был. Каким бы хорошим молитвенником он не был. Он может помочь тебе. Но спасение и избавление он тебе не даст. Он может побудить твое сердце, но он не спасет тебя. Конечно же, мы должны молиться друг за другом. Но должны помнить. Но что спасение их молитва не приносит. Спасение и избавление приходят от твоей личной веры. Вера, которая есть лично у тебя. Почистую мы как бы обесцениваем нашу собственную веру. Думая, что чья-то другая вера спасет нас. Кто-то помолится за нас, и нам станет лучше. И как будто твоя вера ни при чем. Твоя вера слабая. И просишь кого-то такого, у кого вера посильнее. И, конечно же, ты должен найти такого сильного человека веры. И он помолится за тебя, и тебе станет лучше. Это ложь. Кто бы ни помолился. Каким бы он молитвенником не был. Какие бы результаты, и у него не были бы молитвенные результаты в своей личной жизни. Он может помочь твоей вере. Но он не спасет тебя, и его вера не спасет тебя. Я прочту Аввакум, 2 глава, 4 стих. Вот душа надменная не успокоится, а праведный своею верою жив будет. Праведный своею верою жив будет. Единственное, что дает жить праведнику и творить чудеса в его жизни, это его вера. Если у человека большая вера или сильная вера, его назначение в том, чтобы дать толчок слабому вере, чтобы как-то укрепить, утвердить слабого вере, дать силу ему, чтобы он сам лично доверился Богу. Чтобы он сам лично получил ответ от Бога. Это то же самое, как если в машине садится аккумулятор. И он больше не заводится, не берет зарядку как бы с аккумулятора. Нужно принести такого уже за полный, чтобы аккумулятор полный был у него. И так называемые перемычки подсоединить. И подзарядить, дать силу, чтобы впоследствии этот аккумулятор зарядился. Вот так же и вера. Назначение человека сильного веры, это в том, чтобы он как бы зарядил бы вот этого слабого веры, чтобы он сам лично получил свой ответ от Бога. Нельзя сказать, что кто-то такой очень сильный. Может быть, и физическим так, чтобы он зацепил как бы как вагоны. И в церкви тоже так думают, находят кого-то сильного, и вот так молись за меня, прошу тебя. И вот этот сильный уже как в вагончике за собой ведет. Он не качанет всех. Не потянет в переводе означает. И главное, чтобы человек был внимательный, чтобы его вера зарядилась. Вообще, аккумулятор в машине заряжается тогда, когда машина в движении. Если человек сидит, ничего не делает, и его вера так же, она не будет заряжаться. Когда мы говорим о том, что человек должен укрепляться, наполняться верой, сидя дома, этого не произойдет. Если он ничего не делает, он не в вере не наполняется, он не утверждается вере. И наша вера так же утверждается в служении. Я не только проповедую вам и служу вам. Когда я говорю вам, я и себе говорю. Потому что Библия говорит, что вера отслышанная, и я сам слышу это слово. Да не отходит книга закона сего от уст твоих. Пусть мой закон говорится. Говори, и пусть он будет сказан. Потому что когда ты говоришь, тебе самому прибавляется вера. Когда ты говоришь другим, ты сам слушай слова, сказанные тобою. И слова, сказанные тобою, тебя же и ободряют. Когда ты другому помогаешь, тебе самому даются силы для того, чтобы ты пересилил многие вещи, которые есть в твоей жизни. Но когда ты не помогаешь другим, ты и себе самому не помогаешь. Потому что не растешь, когда не говоришь и когда не слушаешь. Когда ты служишь другим, знай, что твоя вера возрастает. Потому что ты говоришь. Я не говорю о простом служении, чтобы ты просто носил чьи-то сумки. Библия говорит, что нас спасет, каждого из нас, наша личная персональная вера. Многие христиане живут вот этой такой паразитической жизнью. Если проблема, они говорят церкви, чтобы они молились за них. И просят лидера домашней группы, думают, а зачем он вообще существует? Пусть он молится. Дай Бог жизни твоему лидеру долгих лет. И церковь еще 20 лет будет молиться за тебя. Но ничего не изменится. Тьфу, Марто, имас пикропровигаться за мир Тебулихо. Если ты думаешь о том, чтобы быть прикрепленным к кому-то присоединенным, и чтобы всегда кто-то другой помогал тебе, другие. И может быть, за тебя помолиться один раз, два раза, чтобы твоя вера поднялась, и ты сам мог бы молиться. За счет других ты не сможешь долго жить. Какая твоя вера? Однажды в жизни человека настанет такой период, когда ему придется самому довериться Богу. Когда рядом с тобой никого не будет, и тогда тебе придется самому доверять Богу. 2 Коринфянам 13 глава, 5 стих. Испытывайте самих себя, верили вы, самих себя исследуете, или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос вас, разве только вы не то, чем должно быть. Не нужно проверять меня. Себя, говорит, проверяйте. Верили вы, или нет. Испытайте себя. Не нужно испытывать веру твоего лидера. Испытай себя. Верили ты. Веришь ли ты в то, что Иисус Христос живет в тебе. И Он может принести изменения в твоей жизни. И если этого нет в тебе, тогда ты не испытан. Давайте вернемся о вакуум 2 глава, 1 стих. Иисус Христос На сражу мою стал я и стоя на башне наблюдал, чтобы узнать, что скажет Он во мне и что мне отвечать по жалобе моей. А вакуум говорит, что я должен услышать от Бога. Я вижу, что проблемные дни настали. Я вижу, что ничего не помогает. И я должен найти выход. И поэтому я выйду на стражу мою и буду слушать, что Он скажет во мне. Чтобы Его слушать. У каждого из нас есть общение с Богом. По крайней мере, я так надеюсь. Кому-то Бог отвечает по дружбе, кому по неотступности. И у каждого есть свой подход к Богу. Я не смогу вам предложить какой-либо другой формулы. Ты сам должен найти ее. Джон Максвелл сказал такие слова. Не нужно копировать других. Ты сам должен найти ключи к сердцу Бога. У каждого свой подход и свои ключи того, как приблизиться к Богу. человек сам должен найти вот эту точку прикосновения к Богу. И Аввакум говорит сам, что у меня сейчас такой период, что я должен оставить все и всех в покое и выйти на стражу. и послушать Бога. что Он скажет, что Он скажет мне лично. Ты скажешь, зачем нужно уединяться? Зачем нужно концентрироваться на Бога? Зачем нужно войти в комнату и закрыть ее изнутри, как говорит Иисус? Потому что ты должен уединиться, чтобы Бог говорил внутри тебя. Потому что Бог говорит, и я должен во мне услышать это слово. Бог может говорить в каждом человеке. Бог хочет говорить в нас. Но порой у нас нет времени слушать его. Человек порой притупляется по отношению к Богу. И он уже не слышит Бога, он не уделяет время для Бога. Мы находим время для всего. Есть время для телевизора, чтобы смотреть его. у нас есть время, чтобы часами сидеть в интернете. Некоторые любят часами сидеть в ванной и для этого они находят это время лежать. Есть время ходить к телевизору. И наконец-то есть время на ногти столько часов сидеть там. Но порой не происходит того, чтобы найти время для Бога. Если мы суммируем то время, которое мы тратим на разные вещи, кроме Бога, мы будем удивлены. На сколько часов мы тратим на эти вещи. А для молитвы у нас только лишь время на красном, когда мы у светофора стоим. Господи, благослови меня, аллилуйя. потому что у нас нет времени, мы же спешим. Человек получает глубокие откровения от Бога, когда он лично находит контакт с Богом. Когда человек один на один встречается с Богом, вот тогда ему даются эти откровениям. Ты можешь слушать других, много слушать, но когда ты лично встречаешься с Ним, это откровение, оно особенное. Оно особенно касается тебя, потому что Бог вовремя приносит то Слово, которое помогает тебе в твоей ситуации. поэтому для того, чтобы встретиться лично с Богом, научись уединяться с Ним, научись закрывать двери, чтобы ты закрыл двери этому миру, и чтобы слышать только лишь Господа Иисуса Христа. Матфея 6.6 написано, Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и затвори дверь твою, помолись отцу твоему, который в тайне отец, входя в видящий тайны, воздаст тебе явно. Когда ты молишься, закрой. Пусть никто не отнимает твоего внимания, не машина, стиральная или ездящая, чтобы ничто не крало твоего внимания, закройся от всех и скажи, у меня нет времени, потому что я должен уединиться с ним. И когда он увидит, что ты ради него уединился, ты ради него выделил это время, когда Бог увидит, что ты ради него уединился, ушел в это уединение, он обязательно тебе ответит. Он ответит тебе явно, явится то, что он тебе скажет. Очень часто мы спрашиваем людей, а это как? А вот это как? Вместо того, чтобы Богу задавать эти вопросы, а вот это как будет? А вакуум ищет ответов у Бога. Он говорит, мне интересно, потому что никто не может дать мне ответ. Никто не знает, когда закончится этот период. Вот это безнадежное состояние, когда исчезнет. поэтому я преклоню ухо мое, чтобы услышать, что он скажет мне. Потому что когда Бог говорит нам лично, вот тогда и растет наша вера. Потому что вера приходит с слышанием Слова Божьего. И авакум говорит во 2 когда он уединился для Бога. Что скажет мне Бог? Как будто Бог ожидал этого дня. Когда он уединился бы, чтобы слушать Бога. прочитать отвечал мне Господь и сказал запиши видение и начертай ясно наскрыжали чтобы читающий легко мог прочитать. Бог говорит авакум я сейчас тебе дам видение запиши и это будет очень легко для прочтения. Бог никогда не говорит непонятно. Бог никогда не говорит откровения которые усеяны каким-то туманом. Бог хочет чтобы то что он говорит было просто и понятно. Он тебе не скажет чего-то такого что для этого тебе еще один пророк понадобится который изъяснит тебе все это. Бог говорит очень просто и понятно. Бог говорит то что я скажу тебе это будет понятным для всех читающих. Кому ты скажешь они просто поймут кто прочтут твой статус они очень просто поймут что ты имеешь ввиду. не нужно откровения чтобы понимать. И вернусь к четвертому стиху. Вот что это было простым и понятным праведным праведным свою веру жив будет. Праведный будет жить верою своего лидера. Праведник своею верой. Чьей верой? То есть ты будешь жить своей верой. Библия говорит что без веры угодить Богу невозможно. Твоя личная вера важна и твое личное общение с Богом оно важно. без личного общения ты не сможешь угодить. И также с женой если у тебя нет личного общения тогда не будет никакого да спасибо. Я не забыл этого слова. с богом то же самое. Бог интересует твоя личная вера. Когда он говорит тебе и ты слушаешь его и бог привлекает твоя вера. Матфея 18 глава 19 стих. Истинно также говорю вам что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле то чего бы не попросили будет им от Отца Моего Небесного. Если двое сильных двое со стажем не имеет значения любые два если они верующие любые двое верующих если они согласятся здесь на земле о любом вопросе и попросят наверно настало время чтобы верующие начали практиковать это и как будто раньше вот такие молитвы согласия они были частыми но сегодня ты редко услышишь чтобы кто-то из верующих пошел к другому и сказал ему знаешь давай согласимся вот об этом вопросе будем молиться дано будет им от Отца Моего Небесного Бог хочет всех сделать праведными у праведного есть своя вера и праведного защищает его вера и праведника благословляет его вера библия называет лота праведным у праведного лота была вера и у его жены тоже была вера и праведный своею верою жив будет вера праведного лота не помогла его жене хотя они были настолько близки они спали в одной кровати но эта близость она не спасла жену лота потому что спасает лично твоя вера праведного они слушали слово в одной церкви наверное они вместе ходили туда и они вместе слушали откровение от Бога но человека спасает его личная вера а не коллективная лука 17 34 написано сказав вам в ту ночь будут двое на одной постели один возьмется а другой оставится очень близко на одной постели но вера одного живая а вера другого нет один будет взят а другой останется нельзя чтобы муж укрывался за духовностью жены и наоборот другой думает что один потянет верою другого и он прорвется верою своей жены убого коллективная вера не действует только личная в Матфея 25 главе первых 12 стихов говорит в Машин цата сам по дайм згав сэ ба имат калцулс та ойян ти лам пребир у айгэз дан непис шеша ходерет гам ойденен хути маттагани у гонори у хути гон гони ри лам лам преби ки айгэз сугун рэб ма лам пребир танец от зэ цан гай хути чурч лэбит непем рошия гуи ана куэл лам чатоли ма дат чая дзинат шуа хамисаз дай дзах аха непем модиз гам шеша гэб блад ца мод гнэн калцул лэбит гам артестави лам дагуакалдэ сум джобэсия вачарэптан цауидэ дат куэн твис цау хуидэ дат куэн твис цау хуидэ дат ца сул нэ пэ мовидам мзад копны мастан рэц шэ дэн корцэ лэши дак арит дай кэта могуя не бит мовиднэн дан арчэ не калцул лэбит дат тогда подобно будет царство небесное десяти девам, которые взяв светильники свои вышли навстречу жениху. Из них пять было мудрых и пять неразумных. Неразумные, взяв светильники свои, не взяли с собой масла. Мудрые же вместе со светильниками своими взяли масло в сосудах своих. И как жених замедлил, то задремали все и уснули. Но в полночь раздался крик. Вот жених идет, выходите навстречу ему. Тогда встали все девы и те, и те, и поправились, все девы и те, и поправились светильники свои. Неразумные же сказали мудрым, дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут. А мудрые отвечали, что бы ни случилась недостатка и у нас, и у вас, пойдите лучше к продающим и купите себе. Когда же пошли они покупать, пришел жених, и готовые вошли с ним на брачный пир, и двери затворились. После приходят и прочие девы и говорят, господи, господи, отвори нам. Он же сказал им в ответ, истинно говорю вам, не знаю вас. Двери затворились. И те пять, они приходят и стучат в эти закрытые двери. Господи, господи, отвори нам. Кто это мы? Экглесия. Церковь. Семья. Открой нам. Не мне открой, а нам открой. Коллективная вера. Господи, я же тоже ходил в эту церковь. Коллективная вера не спасет тебя. И Господь говорит, я не знаю вас. Оказывается, можно провести всю свою жизнь рядом с мудрыми. В ожидании Господа. И не иметь общения с Богом. Второй Тимофея, первая глава, 12 стих. Апостол Павел говорит. По сей причине я и страдаю, но не стыжусь. Ибо я знаю, в кого уверовал. И уверен, что он силен сохранить залог мой на он и день. Апостол Павел говорит, я знаю, в кого уверовал. И я верю. Он не просто рассказывает услышанное. Я не говорю, он говорит, о какой-то общей вере. Я знаю, в кого я уверовал. И я знаю того, в кого я верю. Амитом витси, ромас шеудзлия. И поэтому я знаю, что он может. Ты лично сам должен знать. В кого ты уверовал. Знаешь, песня очень легко петь о его благости. И верить в его благость. Но в жизни, что ты на самом деле поешь о его благости и видишь ее, посложнее. Я знаю, в кого я уверовал. И я верю, что он силен. И он может. Ибраэль, 11 глава, 5 стих. Верую, Енох переселен был так, что не видел смерти. И не стало его, потому что Бог переселил его. Ибо прежде переселения своего получил он свидетельство, что угодил ему. Верой был он переведен. Потому что имел свидетельство в себе, что он угодил Богу. Сделал ему приятное. А без веры угодить или сделать Богу приятное никто не может. И у него было настолько личное отношение с Богом, настолько хорошее, что это было приятно Богу. И Бог личной верой Еноха переселил его. Библия говорит, что каждый даст ответ за себя, за свою веру. Знаешь, Бога не будет интересовать, сколько человек за тебя молились. и даже столько часов молились. И для твоего спасения. Бог интересует твоя личная ответственность. То, что жена много часов молилась за тебя, это не имеет значения. До каких пор мужчины должны допускать, чтобы жены вместе с них молились или жертвовали, делали что-либо? Когда кто-то не работает или чего-то не делает, его спрашивают, ты здоров, хорошо себя чувствуешь? И духовно так же. Ты можешь просить, если ты ничего не делаешь, ты себя хорошо чувствуешь. Исследуйте себя, написано же. Римлян 14, 10. А, вторая половина. Все мы предстанем на суд Христов. И ответственность за свои личные поступки будет у каждого. Мы все предстанем, потому что будут все скрытые записи на каждого. Знаю, что везде поставлены камеры. И делают запись. Но когда есть личное общение и существует покаяние, и кто-то так удалить, и все стирается. Но если нет удаляющего, то, что человек сделает, в Ветхом Завете люди с лопатками ходили, чтобы то, что сделали бы, потом закопали бы. Чтобы запах не стоял после тебя. Ну, и никто, соответственно, туда не поступил. Похорони, закопай. Человек должен знать, что он должен покаяться. Когда он делает что-то такое, он должен это похоронить, закопать. Чтобы не было видно. Чтобы с поля зрения оно ушло. Не было видно. Давайте вернемся к Кремле на 14 глава. С 10 по 12 стих. А ты что осуждаешь брата твоего? Или ты что унижаешь брата твоего? Все мы предстанем на суд Христов. Ибо написано, живу я, говорит Господь. «Предо мной преклонится всякое колено и всякий язык будет исповедовать Бога». Итак, каждый из нас за себя даст отчет Богу. Ты не будешь отвечать и давать отчет за твою жену. Ты не будешь за твоих детей давать отчет. Даже за твоего президента не будешь давать отчет. Каждый даст отчет за самого себя. Поэтому кто что делает и как делает не имеет значения. В первую очередь ты лично сам имеешь свою личную ответственность перед Богом. А сейчас было хорошее время. Давайте перейдем к книгу Бытия 25 глава. Если вы не устали от чтения стольких стихов, я вообще не читаю столько, но... Бытие 25-19. Вот родословие Исаака, сына Авраамова. Авраам родил Исаака. Когда мы перейдем на родословие Исаака, продолжение рода Исаака, начинается так, что Авраам родил Исаака. Вы знаете, что долго у Авраама не было Исаака. И 25 лет он ожидал этого сына своего, долгожданного. Вы знаете, пока не было, потом появился, потом Бог сказал, пожертвуй его мне. Всю свою жизнь он ждал, и потом Бог говорит ему, сейчас пожертвуй мне его. И он, Авраам, является отцом веры. Мы должны понимать, что живя верой, у тебя много вызовов. Что за жизнь? Ожидаешь всю жизнь, получаешь, а потом должен отдать. То, чего ты хотел, то, о чем ты мечтал, и вдруг тебе нужно пожертвовать этим. вот такова жизнь верой. Она полна таких неожиданностей и вызовов. С Богом спокойной жизни не существует. У тебя мир-то должен быть внутри, но спокойствие извне. Бог пообещал ему сына. У него не было этого сына. И годы Бог говорил ему, что я благословлю тебя, и у тебя будет. благословлю, и у тебя будет. Умножу тебя. Ты будешь благословением для других народов, для всей вселенной. Как песок морской. Как звезды. И однажды это достало Авраама. Я уже знаю наизусть все эти проповеди. Сколько ты можешь мне говорить? Я пытаюсь вам все новое проповедовать, не проповедую вам одно и то же. И Авраам уже на пике. Я уже знаю эти проповеди. Я знаю, что я должен умножиться. я знаю, что у меня должно быть много. Но у меня вообще никого нету, ничего нету. Когда ты думаешь, что Бог опоздал с ответом, вспоминай всегда Авраама. Когда кому-то говоришь, вспомни Авраама, они говорят, о, мы уже новое поколение, другое совсем. Когда иногда рассказываешь историю из 90-х, поколение говорит, о, нам не нужны такие истории, мы такого проходить не будем. Авраам родил Исаака. Знаешь, верою отца он не жил бы, потому что праведный своей верой жив будет. 25-я глава 20-й, 26-й стихи. 21-й стихи. 21-й стихи. А, 21-й стихи. 21-й стихи. Исаак был 40 лет, когда он взял себе в жены Ревеку, дочь Вафуила, Арамьянина из Месопотамии, сестру Лавана Арамьянина. И молился Исаак Господу о Ревеке жене своей, потому что она была неплодна. И Господь услышал его и зачал Ревека жена его. Самый хороший выход, когда кто-то просит тебя молиться за него, я думаю, это нужно сделать так. Нужно сказать человеку, да, я помолю за тебя, чтобы ты помолился. И я скажу вам, почему. Проблема не приходит для того, чтобы убить твою веру. Проблема приходит для того, чтобы твоя вера активировалась. Исаак молился за Ревеку, за жену свою, умолял. У него был пример, отец, который разрушил это проклятие и получил сына. И Исаак подумал, отец мой победил, у меня тоже получится. Я сам разрушу это проклятие. И он молился за жену свою, Ревеку, и она зачала. И 26 стих говорит. Потом вышел брат его держась рукой свою запятую Исава. И наречено ему было имя Иаков Исаак же был 60 лет. Мы прочли, что ему было 40 когда он женился, Исаак. И когда вот эти близнецы родились, ему было 60 лет. первый год не посчитаем брака. Наверное 19 лет он молился 19 лет 19 лет он стоял в вере, чтобы у него родился ребенок. Ты скажешь, сколько же мне ждать, когда я буду молиться? Параллельно вспомни Исаака. как минимум 19 лет он ждал это. 21 и 22 стихи прочитаем. И молился Исаак его. Сыновья в утробе стали биться и она сказала, если так будет, то для чего мне это? И пошла вопросить Господа. Зачались дети и внутри у них битва дерутся. И у Ребеки боли. Исаак молился и Ребеки получил ответ. И знаете, каков был ответ на этот ответ? Зачем мне это нужно было, если так должно было происходить? Чужая молитва полученная чужой молитвой что-то порой проявляет такую реакцию, зачем мне это надо было? Поэтому молись, чтобы этот человек сам помолился. Ты думаешь, зачем мне это нужно было, но порой Бог так отвечает не так, как ты предполагал так, как не ожидал ты этого. И порой дарованному от Бога нужна плюс еще инструкция от Бога. Изготовитель он туда закладывает еще инструкцию. и то, что Бог посылает тебе, порой нужна эта инструкция. И сейчас уже не по молитве Исаака, но она сама пошла понять, потому что праведный своей верой жив будет. нельзя даже жить верой своего мужа. И даже принятые по молитве твоего мужа неполноценные. Ты сам должен прийти к Богу. И Ребека идет, чтобы вопросить Бога. И у нее также своя вера, своя правда. И 23 стих Господь сказал ей Два племени в очреве твоем и два различных народа произойдут из утробы твоей. Один народ сделается сильнее другого и больше будет служить меньшему. Близнецы были в очреве и они там дрались. Не думай, что ребенок ничего там не понимает. Уже понимают. Знаю, что первый, кто родится, он благословенный и от отца достанется ему все. Но первый из утробы вышел Исаф. Да. второй держал его за питу и не пускал. Няньки оттуда тянут, тот оттуда тянет. И он не пускал, держал так. Но эти побивальные бабки они победили. Но они вот так один за другим вышли. между ними паузы не было. Настолько второй брат сильно держал за ногу этого первого. И она получила откровение, что младший будет господствовать, а старший будет служить ему, потому что я что-то увидел в нем. он избран мой вот из-за этого. Она получила ответ от Бога. Что уготовил ей Бог? Вера это то, что получить то, что Бог имеет для тебя. быть послушным или слушающим, чтобы сделать то или получить то, что Бог хочет для тебя сделать. Чтобы так не было в твоей жизни, что злой раб ты знал, что должен был сделать, но не сделал. ты знал, но не сделал. Всегда вера, она связана с слышанием, что он мне скажет и что мне ответит. Я выйду на стражу и каждый будет спасен по своей вере. Тебе нужна твоя личная вера. И не то, что родители верующие или лидеры в церкви, что родители всю жизнь молятся за тебя. Тебя спасет твоя личная вера. и ты дашь отчет Богу лично за себя, а не за других. Поэтому давайте встанем сегодня и твою личную веру. Я хочу, чтобы ты проявил ее, выразил ее, в первую очередь, по отношению к Богу и перед Богом. И в первую очередь я дам вам возможность, чтобы то, что вас не касается, и вы взяли это на себя, чтобы вот это вы захоронили. Чтобы произошло вот это стирание, удаление. И вы сказали бы, Боже, я хочу успокоить свою жизнь. я не беру ответственность ни за кого. Даже за своих детей. Они сами лично дают ответ за себя. Я ответственен за себя самого. У меня у самого есть свои грехи. У меня у самого есть свои ошибки. Поэтому я хочу, чтобы при тобой все это было стерто. Я хочу, чтобы моя вера была чиста при тобою. Потому что праведной верой жив будет. Своей верой Господь Иисус я благодарю Тебя за каждого человека. Я благодарю Тебя за эту возможность. что весь коллектив он выражает свою персональную веру перед тобою. Не надеясь на кого-либо, но свою личную веру. ты знаешь жизнь каждого, кто находится здесь. Ты знаешь их ошибки. Ты знаешь их шаги. То, что не было угодным тебе в их жизни. дай и пусть сейчас при тобой это будет открыто. Чтобы было принесено покаяние и это было удалено и избавлено. Во имя Иисуса Христа мы поднимаем свою личную жизнь при тобою. И мы говорим чтобы в духовном мире была разрушена сила всякого греха и очищена жизнь каждого. Также я прошу тебя Господь сегодня чтобы услышанное слово принесло плод в их жизни. чтобы они твердо были уверены и верили что никто не спасет их. Хотя кто-то может помочь их вере поддержать их но их спасет их личная вера. Пусть они найдут установят это личное общение с тобой. Пусть они найдут время и выделят время для личного общения с тобой. И найдут время чтобы хоть несколько минут провести время с тобой. Чтобы они услышали что ты скажешь в них. Чтобы они знали твою твою волю. Чтобы их вера была живой и действенной и активной. Так как только твой голос может активировать веру в нас чтобы угодить тебе. чтобы ты был восхищен нами. Господь мы превозносим тебя на этом месте как нашего спасителя и Господа мы благодарим тебя и благодарим что праведный своей верой будет спасен. Праведный свою веру жив будет. Прикоснись к жизни каждого чтобы они взяли ответственность и служили тебе. Говорили твое слово везде. Чтобы их вера была тверда чтобы они смогли зарядиться благослови каждого кто находится здесь используй их во славу имени твоего. И добудет тебе вся хвала и слава все поклонение во всем тебе единому Богу и Господу Святой Троице Отцу Сыну и Духу Святому. Аминь. 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 Аминь.